Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Друзья, сегодня воскресенье, 16 сентября, по гражданскому исчислению, 2018 год, и сегодня было служение у нас в церкви, и было хлебопреломление, причастие, евхаристия, и это очень важное, очень важное служение, и были гости. Сегодня отец Виктор делился, с Чаркасской области приехал как раз, делился словом, учение, он продолжал сегодня учение, и даст Бог, уже я кое-что загрузил, и сегодня, наверное, получится все остальное загрузить уже, и вы сможете насладиться этим учением тоже, назидаться. Я делился тоже словом Божьим сегодня, свидетельством. Вот, исторические примеры приводил тоже из истории христианства, такие довольно убедительные, думаю, примеры, как раз именно явления силы Божьей, пробуждения. Дело в том, что на этой неделе, вот, начиная с сегодняшнего дня, вот, и всю эту неделю, будем молиться, мы в церкви, я об этом говорил, призывал сегодня к этому всех верующих, молиться о духовном пробуждении Украины, и в следующее воскресенье, вот это мероприятие, которое именуется свято подякой, свято подякой, день благодарения, праздник благодарения в Украине, он уже проводится не первый год, но в этом году обещает быть довольно, ну, самым масштабным, я думаю, за все это время, за все эти годы празднований, вот, как и в прошлом году, в этом году будет перекрываться хрещатик весь, вот, на данной залежности весь хрещатик, и в самой Бессарабке, вот, и, значит, и получается служение начала воскресенья в 10 часов утра, ваш покорный слуга тоже собирается быть там, и объявил тоже в церкви, чтобы люди могли приходить тоже к 10 утра на это общее такое, общехристианское служение, собрание, вот, и с 10 до 12 часов, а потом уже до самого вечера это фестивальные программы, это молитвы, ангелизация, общение, там будут, я так понимаю, палатки и, как бы, экспозиции, как бы, от разных служений, разных церквей, ну, христианство киевское довольно пестрое и богатое такое, слава Богу, и это, думаю, будет демонстрация славы Божьей, но я даже не об этом сейчас, я говорил сегодня на служении о том, что пусть это будет действительно духовным таким пробуждением, Господи, для страны всей, да. Добрый вечер вам, вот, слава Богу. И, знаете, друзья, конечно, вот само это мероприятие, оно очень важно, потому что подобные праздники, они, скажу так, действительно проставляют Бога, с одной стороны, с другой стороны, высвобождают силу Божью для спасения. В Евангелии есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину, и говорящему Слово, и принимающему Слово Божье, всем-всем-всем, и проповедующему, и слушающему, и даже порой неизвестно, кому еще и больше повезло в этом отношении, потому что блажение давать, мы знаем, из Библии, нежели принимать. И, я думаю, все проповедники со мной согласятся, независимо от конфессии, религии, динаминации, юрисдикции, там много-много всяких в христианстве течений сегодня, многоветвистые очень христианства, слава Богу. И последние эти годы, я думаю, оно будет еще более многоветвистое. И единство в многообразии, и единство не в единообразии, как порой по скудоумию человеческий ум мыслит. А действительно, Божье единство, оно в разнообразии, в многообразии. И, как говорил Блажен Августин очень мудро, он заявил, это и в пятом столетии еще, но это, я думаю, актуально на все века стало. Это, знаете ли, цитата, которая, ну, скажу, вот полтора тысячелетия, значит, христиане, это и на языке, и в сердце имеют очень многие настоящие дети Божьи, рожденные свыше. Он говорил так по поводу споров тогдашних, пятого столетия, но это актуально и сегодня, особенно сегодня, в 21-м столетии, что в главном, да у нас должно быть единство, во второстепенном, свобода, многообразие, а во всем любовь. В главном, единство, во второстепенном, свобода, разнообразие, а во всем любовь. И вот сегодня вечернюю молитву я решил провести здесь, вот в парке Киото, хотя в трансляции, нет, я уже опоздал, уже 6 часов вечера, уже опоздал в трансляции, вот, но это видео я выложу на YouTube, как раз, как вечернюю молитву сегодняшнюю нашу, в нашей Киевской архиепископии, здесь, в Киеве, реформаторской православной церкви Христа Спасителя. Аллилуйя! Благословен Бог наш, всегда, ныне, пресно, во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю, Дух истины. Ты, что везде пребываешь и все собой наполняешь, сокровищница благ и жизни подателю, Ты пришел и вселился в нас, и очистил нас от всякой скверны, и Ты спас благой души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе. Аллилуйя, Боже наш. Благодарю Тебя, мой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, за Украину, Киев. Здесь о духовном пробуждении, Господь, молю Тебя, большим, большим, Господь. О том пробуждении, которое, Господь, мы ожидаем. Боже, действительно, от Тебя, Боже, потому что без Тебя мы не можем сделать ничего, Господь. И Тебе вся слава, и поливающий, и насаждающий ничто, а все Ты, Бог, взращивающий, дающий жизнь всему и дыхание. Тобой мы живем, и движемся, и существуем. Аминь, аминь, аминь. Благоставляю вас, братья и сестры. Вот, и знаете, друзья, и прочту слово, и дальше сейчас расскажу. Второе Тимофею, вторая глава, с первого стиха. Первый стих, собственно, второй главы, второго послания к Тимофею. Итак, написано, укрепляйся, Сын Мой, в благодати Христом Иисусом. Аминь. Вот именно вот это слово, сегодня тоже я зачитывал в проповеди, ну, вы можете это посмотреть на Ютубе. И на Ютубе я загружаю все служения, все эти, пока здесь в Киеве, вот и трансляции, они все сохраняются там на Ютубе, как раз эти утренние молитвы. Можете включать утренние молитвы и участвовать в записи уже. Как и сегодняшнее служение, вы можете участвовать в нем, получается, после уже завершения этого служения, через вот записи его. Слава Богу. И сегодня скажу, хочу продолжить мысль, начатую сегодня утром на служении. Наше укрепление, дамы и господа, братья и сестры, в благодати Божьей, а это во Христе Иисусе. Потому что закон через Моисея, а благодать и истина через Иисуса Христа произошли. Через Иисуса Христа благодать и истина на этой земле. И сам Иисус Христос, и еще о Машиах, он есть благодать и истина. Это живое слово. Мы и раньше об этом, как бы, было и намеком в Торе, в Писаниях пророческих, было об этом в притчах, было об этом в псалмах гадательно. Но это стало явным уже в Новом Завете. Открылось, что Божье Слово – это личность. Это личность. Это личность Иисус Христос. Он есть Слово. Вначале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Богом. Аллилуйя. Я хочу прочесть это. Все-таки сейчас лучше прочесть даже это. Вначале было Слово. Иоанн пишет. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих, самое начало. Вначале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Богом. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. И вот 9 стих дальше. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И слово стало плотью, и обитало с нами полной благодати и истины. И мы видели славу его, славу как единородного от отца. Иоанн свидетельствует о нем, и восклицая, говорит. Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И вот 16 стих говорит нам потрясающее откровение такое. И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Аминь. Вот это потрясающий гимн такой. Это скажу даже не просто, даже вот начало Евангелия от Иоанна. Это как некий гимн. Это как, вот знаете, как некая песня. Два тысячелетия уже эти слова читаем мы, христиане, и умиляемся сердцем. Мы восхищаемся глубиной вот этого послания от Духа Святаго. Вдохновленный Духом Святым Иоанн записал трепетно эти строки. И они их и спустя тысячелетия вдохновляют нас сегодня. И раскрываются глубже и глубже. За два тысячелетия так и не раскрылась вся эта глубина. Махина, она лишь вечности раскроется на самом деле. Но даже сейчас, спустя два тысячелетия, мы уже видим больше и больше, четче и четче в нашем поколении эту картину. Вот такого, знаете ли, чуда Божьего. Слово стало плотью. Слово Божье – личность Иисуса Христа. И Ишуа – истинного Машиаха. Он – Слово Божье, ставшее плотью и обитавшее среди нас полной благодати и истины. А теперь это слово, оно не просто вознеслось на них. Нет, оно здесь, оно в нас, оно в наших сердцах. Удивительно. О, благодать спасен тобой, я из пучины бед. Как в той песне поется. О, благодать спасен тобой, я из пучины бед. Был мертв, но чудом я живой. Был слеп, но вижу свет. И потрясающе, потрясающе вот это воспевание благодати Божьей. И каким образом мы крепляемся в благодати Божьей? Взирая на начальника веры и совершителя веры Иисуса Христа. Взирая на Христа. Поэтому размышляй о нем. Размышляй о теле крови Иисуса Христа. Вот почему совершаю причастие. Здесь на улице я не совершаю сейчас причастие, да. Но я причащаюсь сейчас Христа. Без телесного, без контакта вот этого физического. Но он, да, он необходим порой. Потому что мы живем в теле. А устранены от Господа, мы живем в теле. Вот, да, значит, мы входим верою, а не видением. Действительно. И нам нужен порой контакт такой, знаете ли, физический. Поэтому мы берем плод виноградной лозы, берем хлеб, молимся, принимаем причастие. Сегодня мы принимали причастие все вместе. Сегодня утром на утренней молитве я также принимал причастие и в Христе. Кто подключался, кто нет, включите, посмотрите, убедитесь и сами примите причастие также. Или же, а еще лучше завтра. И все дни здесь я нахожусь, в Киеве, имею такую возможность, в 6 утра по киевскому времени включаюсь онлайн. Значит, в прямой трансляции молитва. Трансляция с утренней молитвы в нашей киевской архипископии. И совершаю причастие, и в Христию, вот, значит, прямо вот так вот онлайн. Потому что люди подсоединяются, причащаются, наливают себе соку, если нет, там, компоту. А я даже рекомендую просто воду даже использовать. Я часто использую, так, в дороге, допустим, беру воды. Вот почему сейчас можно сделать контакт. Действительно, вот, причастие в таком прямом тоже контакте. Вот. Ну, мне Хриба нету, но вот, просто вода, просто вода. Вот. Спасибо тебе, Господь, благословен ты Бог, наш Царь Вселенной, давший нам. Воду. Аминь. Кровь Христа Иисуса. Аминь. Я благодарю Бога Всемогущего. Вдыхаю, выдыхаю кровь Иисуса Христа. Вдыхаю, выдыхаю тело Иисуса Христа. Живу, им живу, и движусь, и существую. И уже не я живу, а живет во мне Христос. А что живу в теле сейчас, то живу Христа ради. Слава Его ради. И победа Его ради на этой земле. Слава Богу. И кровью Иисуса Христа, святой Его чистой кровью. Я спасен. Полностью спасен. Прощен. Исцелен. Если я буду мыслить, что допускать мысль, такую шальную, крамольную, что не до конца спасен, недоспасенный я еще, недоисцеленный, недоблагоставленный, то это получается я не смиренный перед Богом, а гордый перед Богом. Не дай Боже. Я действительно в смирении перед Богом принимаю Его прощение, потому что имеющий Сына Божьего имеет жизнь вечную. И потому что верующий в Сына Божьего Иисуса Христа, я таковой есть, я перешел от смерти в жизнь. Через Иисуса Христа совершилось это таинство. Это благодать, Божья благодать. Недостойно причащаются те, кто не рассуждает о теле и крови Иисуса Христа. Те, кто думают, что Бог спас нас, только лишь какие-то отдельные грехи простил, но мы все, вот как бы, значит, или там до уверования только нас простил. Вообще Бог простил полностью человека. И то, что было, то, что есть, то, что будет полностью, абсолютно, ты полностью прощен. Просто многие этого не знают. Но когда мы это принимаем, осознаем, принимаем, вот мы верующие. А те, кто не принимают или недопонимают, ну, еще не верующие, или на пути, вот как бы, значит, натеров в вере истиной. Вот Павел Апостол говорил, что в его времена была проблема эта. Но эта проблема и сегодня. Даже сегодня, я скажу, наверное, еще, чем во времена Павлова, еще больше эта проблема. Потому что немало болеют и умирают люди, лишаясь таких благоставений, которые могли бы иметь. То есть благоставения проходят мимо, потому что человек не рассуждает о крови и теле Иисуса Христа. И благословения проходят мимо него. И человек, ну, действительно, не принимает того, чем мог бы наслаждаться. Не только, там, колысь, там, уже в будущем веке на небесах. Не-не, здесь, на земле. Еще здесь, на земле. Потому что Царство Божье. Мне очень правильно говорил мой первый духовный отец, мой наставник, отец Иоанн Квитович, метрофорный протерей в Орле. Там я начинал свое служение в Орле, село Лепешкино, 87-й год, 88-й год как раз. Ну, де-факто, 87-й год, а де-юре уже, как бы, на зарплату полную официально. Это уже начало 88-го года. Вот, значит, и, знаете, вот он говорил мне очень правильно. Он говорил, Сережа, он сам в Западной Беларуси. И он говорил, Сережа, вот, Сережа, значит, говорит, не думай, и рай, и ад, говорит. То есть, не мысли иначе. А вот и рай, и ад начинаются для человека еще здесь на земле. Не только тогда, вот когда некоторые священники так мыслили. Даже в Орле, там же самом, там, в Кафедральном соборе, тогдашнем Ахтырской Божьей Матери, там, в Троицкой церкви подходил к священникам усекновения церкви, там тоже Иоанн Богослова. И священники обычно такие вещи говорили мне, что помрешь, там уже будет видно. И отец Иоанн очень мудро говорил. Единственный священник, кого тогда знал, и самый уважаемый для меня был человек, он говорил такие слова, Сережа, говорит, не думай. И рай, и ад начинаются еще здесь на земле. Не только тогда, когда-нибудь, еще здесь на земле. Это так и есть на самом деле. Это так и есть, дамы и господа. Библия говорит об этом. Слово Божье говорит именно об этом. Слава Богу. Верующего Христа не судится. То есть на суд Божий, вот тема суда сейчас перед Юнки-Пуром, она вообще актуальна и среди иудеев, и среди христиан, иудействующих, особенно христиан, вот интересующих своими корнями своей веры. Вот я отношусь к таковым, жидовствующим, как меня порой обзывают, там, ере жидовствующих. Ну, ладно, пусть будет так. Главное, что Христов. Главное, что Христов. Главное, что Спасен. Главное, что во Христе Иисусе и с Иисусом Христом. Вот. И иду в жизнь вечную. Вот. И перед Юнки-Пуром, да, вот, днем искупления, днем всепрощения, судном днем, это очень актуально, думаю, очень актуально и очень, так, злободневно поразмышлять над этим. Действительно. Потому что многие люди страшатся суда, ну, и справедливо страшатся. Потому что еще, ну, по сути, неверующие. Ну, не в обиду никому будет сказано. Вот. Потому что настоящий верующий, верующий в Сына Божьего имеет жизнь вечную. Имеет уже сейчас жизнь вечную. И перешел, уже сейчас перешел от смерти в жизнь. Я таковой. Так же, как один из миллионов-миллионов многих верующих на этой планете. Разная конкретность, деноминация, юрисдикция и прочее. Который перешел от смерти в жизнь. И на суд не прихожу я, как подсудимый, в смысле. Я прихожу на суд так же, как и все человеки, абсолютно. Но я прихожу на суд уже как верующий, как его сын, в качестве не подсудимого, не на скамье подсудимых, а в качестве свидетеля. Это тоже волнительно. Свидетели тоже на суде волнуются. Тем более, представьте, не просто обычный суд. Я был лишь однажды на суде, и там волнительно. Даже свидетелям волнительно. Ну, а здесь суд, представьте, вселенского масштаба, когда миллиарды людей, миллиарды ангелов. Вообще, мириады. Это действительно, это не просто волнение. Это, скажу, недаром его называют страшным судом, действительно. Но волнение подсудимого на суде, это одно волнение. тем более знаю, что судья неподкупный, значит, и праведный, и истинный, вот, значит, а волнение свидетеля, это другого качества волнения уже, вот, волнение его свидетеля, да, и я свидетель его, вот, свидетели Иеговы, ну, не конфессионально, конечно, есть такая религия, есть такая конфессия, вот, значит, такая вот тоже, ну, как бы много ветвей разных христианских, значит, там, околохристианских, там, и прочее, прочее, вот, в мире вообще и направлений, течений обособленных, там, и вот такие обособленные отдельные течения, которые других не признают только себя, вот, вот, такого, к сожалению, сектантского очень такого направления, вот, значит, я никого не хочу сейчас обидеть, а судить, просто вот рассуждаю сейчас так, потому что изоляционизм в христианстве – это очень пагубное явление, как для отдельного верующего, так и для целых групп, так и для целых конфессий, динаминаций, вот, Всякий исповедующий Иисуса Христа Господом, своим Спасителем, и отделяющий себя от единства Церкви, он обречен на сектантское существование, полусектантское, потом откровенно-сектантское. Это вырождение, это путь вырождения, это путь в никуда. Наша Церковь, она вселенская Церковь, я имею в виду не православную сейчас нашу Церковь, не католическую, не протестантскую какие-то, не какие-то еще другие течения, не ну-ну. Я имею в виду тело Иисуса Христа, настоящую, всю Церковь Иисуса Христа, состоящую из всех верующих, во всех поколениях, во всех странах, народах, континентах, с разным цветом кожи, с разной догматикой, богословием, вероучением, юрисдикцией, конфессией. Слава Богу! Благоставляю всех вас, дорогие друзья, братья и сестры, благоставляю. Укрепляйтесь, дети Божьи, сыны и дочери Божьи. К Тимофею Павел пишет, как к сыну, но это слово и к женщинам, и к мужчинам, и это слово для, значит, всех вас. Поэтому это слово и для дочерей Божьих, и для сыновей Божьих, для всех чад Божьих. Укрепляйтесь в благодати, каким образом? Христом и Иисусом. Христом и Иисусом укрепляемся мы в благодати Божьей. Слава Иисусу Христу! На веки слава Богу Святому! Аминь! Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь! Благоставляю всех вас во имя Господне. Благоставляю. И как по скриптум, не забывайте, подключайтесь в 6 утра, каждое утро, сейчас сделаю еще пару объявлений, каждое утро подключайтесь на трансляцию. Трансляция, да, в 6 утра. Вот здесь как раз я пишу об этом, вот в сети. И так, записывайте, друзья, каким образом вы можете участвовать финансово в моем служении, записывайте украинские и российские номера. Неважно, вы живете там, не живете, в России, в Украине, если у вас есть знакомые, друзья, товарищи, родственники, передайте им эти номера, чтобы они могли пополнять эти номера в Украине или в территории России. Вот, и таким образом финансово участвовать в моем служении Господу. В Украине здесь, это два номера. Первый номер Киевстар, 096-96-2-66-75. Еще раз повторяю, 096-96-2-66-75. И еще также, обязательно, вот пополняйте этот номер тоже. Значит, этот номер называется Life. Life is Life, да. 093-55-999-21. Еще раз повторяю, запишите обязательно. 093-55-999-21. Так, и российские номера запишите себе. Номер МТС. Кстати, этот номер, который я сейчас продиктую, на нем есть Viber и WhatsApp, называйте, да, WhatsApp и Viber. Приходят мне десятки сообщений, не стесняйтесь, не стесняйтесь, пожалуйста, пишите ваши, значит, свидетельства, но особенно молитвенные нужды. О чем нужно помолиться, вот, значит, даже порой очень такие экстренные бывают сообщения там. Запишите номер, поэтому обязательно запишите номер 915, ну, код России, не забывайте, плюс 7, да, 915-780-48-74. Еще раз повторяю, 915-780-48-74. Так, и второй номер, это, как же он называется, оператор? Теле-2, да, Теле-2. 953-9-570-570. Вот так вот легко запомнить. Еще раз повторяю, 953 тут и номер сам, 9-570-570. Вот так вот. Это пока все. Так, и, дамы и господа, благоставляю всех вас, и укрепляйтесь, дамы и господа, братья и сестры, Христом и Иисусом. Из города Киева, с парка Киота, Божьей милостью, архиебископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь, Христа Спасителя. Мир всем вам. Аллилуйя.